ой человек вы гости на канале себя на чемоданах мы в полном составе ребят нам сегодня предстоит попасть на остров самуи ух как это будет сложно потому что мы уже здесь мы сегодня опять переезжаем заселимся рум-турчик вкусная еда в пляжике немножко бытовухи и все это в новом выпуске ребят заряжайте лайкосик пишите комментарии и погнали в новый выпуск наша задача быстро традиционно упаковаться все сложить в машину коляски вещи продукты делаем мы это через нашего такое панорамное остекление вот наша машина стоит что за такой отель смотрите в предыдущих выпусках у нас просто видео так дверь здесь открывается прикольно и все есть доступ сразу на улице конечно удобно но опять-таки это и очень необычно здесь сидела сделаны закрываем дверь и отправляемся дальше обожаю самозаселение и самовыселение сбил пароль закрыл закрыл и пошел но мы отправляемся уже на самуи ой чё нас ждет даже не знаю на самом деле но на нужно проехать 200 чем-то километров до какого-то населенного пункта откуда ходят паром и далее покупаем билеты на паром грузим тачку на паром переплываем часа полтора и потом еще едем до отеля на другую сторону острова так решили там один из самых лучших пляжей для детей ну а все эти путешествия конечно возможны ребята благодаря машине которую мы арендовали у ребят я там оставлю контакты в описании больше месяца мы уже на ней катаемся и это конечно супер если бы не тачка чем мы бы делали ничего сидели бы в одном городе стоять естественно самом начале наше путешествие заезжаем потратить денег нам нужно залить полный бак у нас это одно деление так полный бак у нас готов все двигаемся ехать нам 236 209 километров вернули мы значит под этот указатель на этот город откуда ходят паром и и все дальше просто прямая трасса вообще без каких-либо поворотов просто скоростная с такой круговой зелепушкой все и просто едем не отвлекаясь я водитель ненавижу такие дороги вот мы едем 130 километров надо ехать прямо то есть рулем вообще не крутишь если была бы какая-нибудь тесла можно было бы включить автопилот и просто лечь поспать а так это такая монотонность ужас когда мы катались на шри-ланке там вообще сплошные серпантины там влево вправо влево вправо там очень измеряющая дорога и тогда я думаю вот бы сейчас хотя бы немножко прямой дороги вот так вот там их не было а вот здесь наоборот это просто прямо прямо вот у нас уже появились указатели это вроде как перевозчик вот так ну сейчас будем узнавать парковка терминалы манган самуи тикеты так ладно какая очередь короче развернули и сказали едьте покупайте билеты ну куда-то он туда кассу показал сейчас наша задача найти кассу и купить билеты вообще мы поняли что мы на 13 30 уже все равно не успеваем поэтому развернулись доехали до следующего парома до следующей компании там получается в 5 часов только отправление не подходит нам это очень долго ждать следующий в первой компании в 14 30 по моему как раз мы сейчас приехали на заправку в туалет сходим покушаем кэш снимем и уже там разберемся быстро с билетами если что онлайном быстро купим вот и уже отправимся грузиться на паром просто самом деле непонятно что это все происходит впервые у нас такая история поэтому немножко долго разбираемся но в интернете как-то все скомканно написано вы приезжаете неточных локаций где покупать как покупать за сколько приезжать куда вставать то есть нет конкретики есть общая информация да надо приехать до нужно купить билеты и по сути все хоть и почти везде принимают карты но мы так подумали что лучше снять хотя бы пятерку бат чтобы было мы снова здесь прорываются тут байкеры у нас вроде вот на самуи будет в 14 часов как раз за час мы приезжаем вот здесь вот получается первая будка fast line это я так понимаю те которые же купили билеты а вот здесь вот кэш то что наверно нужно нам нас от мирошка видите машину час на паром будет загонять да мироша да как ты это будешь делать справишься вот так вот baby и нельзя здесь сигналить сынок не надо ладно сейчас купим билеты посмотрим сколько будет стоить я читал что водитель включен уже в стоимость машины но опять-таки чё пишут непонятно как пишут тоже неизвестные когда пишут неизвестно поэтому сейчас все сами посмотрим проверим и расскажем так мы подъезжаем самуи сколько пассажир смотрите car one two и three baby 1830 18 только в общем купили мы билеты выглядят они вот так вот это видимо на машину а это на нас на пассажиров на всех ну да опять билетов все вместе вышло 870 бат но про что я и говорил ранее что в интернете одна информация и писали что в 1330 есть паром в 1430 потом следующий в 1730 по факту вот был в 1330 или в 14 а следующий только в 6 но что делать придется нам где-то здесь провести время мне кажется здесь все долго сейчас будет погрузка на этот паром потому что мы стоим в очереди очередей несколько машин очень много нам сказали вот стоять вот сюда в четвертую колонку ну ладно сейчас будем думать как нечего самое прикольное что здесь есть где покушать я вижу уже что там есть кафешки сейчас зайдем посмотрим какой сервис нужно для торопились но мы на всякий случай перестраховать так как первый раз мы конечно перекусить взяли чтобы не быть голодными неизвестно как что работает но я уже вижу что здесь все есть напитки еда просто вопрос еще сколько детской комната вроде в несколько колонн ведь стоят машины я решил прогуляться посмотреть вот как-то странно вот линия номер 4 вот мы в ней стоим вот здесь вот машины проезжают куда-то грузятся подходят автобусу вот например если вы на автобусе приедете сюда на самуи то соответственно есть высаживайтесь и погнали вот сюда вот в терминал здесь есть два банкомата на случай если вам это что-то нужно но это очень странно почему вот эту линию пропускают а нас не пропускают на паром это что такое а это цена на трансфер ну если пешочком на пароме ехать то пожалуйста вот кассы еще где-нибудь расписание посмотреть вот как все здесь видите туалеты есть магазины вот здесь происходит погрузка машин ведь потихоньку заезжают здесь кстати вот есть детская площадка вот я думаю сейчас своих сюда вообще выгнать пусть побегают а я буду в машине сидеть ждать а потом их заберу вот получается из этой линии шел поток машины и закрыли начали пускать вот этот поток на здесь все грузовые возможно нам повезет и чуть раньше проедем но в любом случае я своих отправлю на игровую проезжать все равно там буду вот какая большая зона ожидания есть кафешка где можно покушать как столовка берешь поднос и накладываешь вот пишет что на саму его выход 1500 ну вот немножко по ценам да сколько стоит еда а вода холодная и горячая доступе бесплатно на три часа пускают вот эту вот линию сейчас узнал там у охранника горит на три часа да уж при погрузке до образовалась очередь на погрузку и очередь на выгрузку вот они видите с парома получается спускаются это вот колонна наоборот это заезжает еще один паром подошел каждый час вообще подходят паром и и вот начинают запускать опять машины но у нас видимо из-за того что мы заранее не покупали билеты мы походу просто стоим в какой-то общей очереди но я понимаю это так мы тут коротаем время в карты играем в итоге голу поворачиваю вы видите все уже все разъехались вот все и все четыре линии осталось только наша линия 4 за прям забита видите под завязку аллилуйя у нас началось движение сколько-то машин пропустили у нас ничего себе может быть нам повезет и вы сейчас черта с 2 да это короче как я и говорил вот это четвертая и третья линия это просто живая очередь потом поменять и мы проехали и раньше сказанного время сейчас 4 40 и нас вот пропустили возможно 5 часов сейчас успеем так вы готовьтесь если вам скажет выходить давайте складывайте диваны так все моих окей так все значит им отдали билетики насенка с мальчишками пошла и я еду грузить машину на паром так а им вот надо куда-то на 1700 получается мы прикиньте ну да на 1700 блин клево первый раз так буду делать в плане того что грузить машину на паром впервые это у нас это классно так вот какой-то из этих значит кораблей наш так и вот люди вот пешие видите как проходят ой клевенько вот там вот самуечка так а если мы сюда машину ставим а вот все и люди переходят сюда на палубу все отлично значит мы найдемся а то мы волнуемся у нас тенки то связи нету только билеты получается подробный выпуск за как это все происходит дальше вот здесь отдаем человеку билеты какие-то так это вот у нас забрал самый такой большой но здесь получается все грузи видите автобусы техника какие-то фуры и мы вот там как красиво мои прошли это хорошо так ответственный момент ребятки оп оп так чон там проехать не может блин прикольно все это выглядит конечно сейчас наверное нас какое-то место будут ставить блин прикольно все происходит конечно так нас приглашают вот на эту сторону а здесь вот обязательно видите эти подковы так глушим тачку и выходим оставляя машину и идем пробираемся точнее куда-то на палубу ай все я походу нашел где это вот мы сейчас будем подниматься в каюту вот так это выглядит ребятки мы прикольно на самом деле прикольно сейчас надо своих всех найти здесь такая комната так горит вообще так машина закрытая принципе так понимаю еще можно к машине будет спуститься так вот я уже кстати слышу своих вот тёмка здесь они заходят я знаю вот так люди располагаются пойдемте здесь есть комнаты с кондиционированием поднимаемся наверх и попадаю вот прекрасную картину слушайте ну супер потому что мы встретим закат это пушка еще просто пушка варить какие здесь красоты все естественно фотографируются вас да здесь получается небольшая верхняя палуба ну это офигенно вообще да здесь можно присесть наверху посидеть вас рум-тур нашего корабля я очень рад что нас не не заставили ждать до 18 00 это прям очень хорошо вот комната ребенка матери ребенка туалет для инвалидов артемочка не торопись и вот ведь салон детская игровая пожалуйста такие вот кресло удобные да как в самолете можно сесть спокойненько все ну прям хорошо магазин есть кстати да супер по ценам здесь наверно космос будет ну да он 45 всякие ништяки в общем куча всего что можно взять линии дожки можно заварить и холодненькие напитки взять у нас есть милочки всякие но мы покажем ты пойдемте дальше ну и здесь вот продолжение здесь есть телевизор будут крутить что-то на телеке по телеку вот а можно сесть вот в такие вот места это бизнес-класс какой-то есть также можно зря время не терять на массаж сходить массажной комнаты туалеты с видом на море на мой красота ну что где там саму и наверное вот этот вдалеке который там виднеется это и есть самой как лайфхак сначала заходите сюда берете себе место ложите сумки вещи там занимает себе места а потом же идете и гуляете по паром и смотрите как что здесь мы сделали все наоборот поэтому много уже чего было занято все наш паром тронулся умеришь аккуратно у мы отплываем вы как здорово пойдем сюда мироша вон парни уже стоят там смотрят как это все происходит ну конечно необычно нам это впервой ну чё как парни вот машины прям до талого забиваются наши не видно ну хорошо она и на солнце будет стоять на море штиль вас здорово блин так прикольно когда в жизни происходит что-то совершенно новое вот для нас пару года еще и море на остров когда другой класса процедура начинает покупки билетов погрузки машин и вообще как будет происходить да да биби с нами плывет наша машинка с нами плывет клёво нам предстоит примерно два часа плыть по морю чтобы попасть на остров самуи сейчас будем наблюдать закат прямо с палубы сверху красота люди видите уже сидят утрамбовались буквально минут 20 будет закат если так вот высунуться то остров самуи уже виднеется вот торчит надеюсь камера передает это не точно вот здесь лучше находиться чем там где кашляют все вокруг кампут и пространство ну вот и все как вам закат пишите в комментариях а мы уже все приплываем нас же вот-вот виднеется остров самуи своих отправляю вниз чтобы они сами выходили здесь именно так работает а я отправляюсь к машине буду выгонять ну все остались считанные метры посмотрите уже причал это вот надпись welcome to к самуи ура неужели вообще даже не верится что мы это делаем на машине на пароме чего там сынок не знаю были вот это класс все сейчас быстро выкатываемся едем заселяться а вообще мы все ворчали что ожидание я если мы бы поехали днем самый солнцепек было бы жарко мы бы не сидели бы на вот здесь сверху мы бы не насладились этим закатом прекрасно что вот все что не делается все к лучшему нужно просто расслаблять булки и получать удовольствие как это сделали мы ищем свою машину посмотреть как это выглядит на паромах да 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 где-то там наша машина все садитесь есть конечно 6 завелись дизеля и дышать вообще нечем быстро в тачку заводи заводи вот это капец подведем итоги плыли мы полтора часа с момента вот сейчас как мы селены до все нам конники убирают классно вечером не жарко свежо хорошо этим понравилось парни как он будет дорогой классная тема мы теперь загорелись круизом было бы неплохо так все у меня конники сбили чикс начинаем выезжать сейчас посмотрим как это все будет выглядеть здесь так помогают говорят давай проезжай давай не проезжай да этот с нами в очереди стоял вот это конечно приводит в шок в гордость и в радость что вот существуют а такие корабли паромы которые возят столько веса перевозят такой трафик у них бесконечный welcome to go to samui да вот только вечером до сюда добрались все добро пожаловать сколько таксишек здесь здесь не надо отдельно идти видишь а я уже но здесь прыгаешь сразу в тачку и пошел мы на саму и ребятки все погнали быстренько заселяться нам ехать 30 километров другая часть острова ха представляете едем вдоль берега с левой стороны все усыпано кафешками причем очень такими прям интересными а справа горы и всякие частные гостишки там вот сколько ты видел 350 вот мне кажется все равно мы не так далеко отъехали от порта там конечно пляже не вау но в любом случае нас есть несколько дней здесь все обязательно покатаем посмотрим но уже чувствуется внутри какая-то влюбленность в этот остров самых первых метров все мы заехали обычный отельчик значит вход быстро рум-туры мы пойдем кушать потому что голодные как собаки здесь душевая кабина и здесь вот просто кровать значит холодильники кружки чашки ну все как обычно панорамное остекление правда куда вид выходит пока непонятно завтра утром посмотрим но я вот вижу пальмочки единственное расскажешь о как здесь помещаться во первых сейчас кровать широкого вторых нам обещали поменять эту кровать на две кровати будем помещаться но вот как то так все идем кушать вообще больше всего ненавижу в путешествиях заниматься этой фигней искать и подбирать отели потому что как правило промазываешь здесь получается прямо на территории отеля есть кафешка ресепшен и дети сходят с ума уставшие все заказала а здесь у нас получается мини рынок он светится видишь ну такое на минималок прям банкомат и банки и сути объявил денежку ценники здесь кафешки не самые низкие дай но говорят что здесь очень вкусно и меню достаточно разнообразное можно и кофе попить но и плюс то что это находится прямо в отеле это хорошо давай завтраки по 100 бат где-то у человека там яйца либо и омлет или яйца сверху это стоит 50 бат нормально как везде да с приездом на самой вот кафе очень такое да у них клёвенько можно почитать книжки но перед этим нужно выучить хотя бы английский чтобы о потачку нам принесли кстати классные большие порции вот нам здесь готовят еду а еще огромный плюс возле нашего получается прям отеля вот смотрите вот барчик готовит но здесь сразу же есть стирка и питьевая вода это очень здорово потому что у нас огромный мешок накопился стирки завтра с утра прям стану сразу закину сюда деньжат по стираю вещи ну шикарно и вы тут вот 500 метров идти до самого лучшего пляжа ну как пишут в интернетах с детьми естественно с утра сходим все это дело посмотрим покупаем принесли людям супец большие порции вот такой вкусмен курицы прям великолепно великолепно кушай давай великолепно сейчас надо быстро позавтракать и отправляться на пляж на море здесь классный пляж я уже говорил вроде как по отзывам надеюсь это так начинаем завтракать здесь такие завтраки стоят 50 бат можно на выбор знать выбрать ящик с беконом либо сосиской которую миру что успешно почему-то выкидывает обзор блюда такого у нас еще не было помидорка салатик масло хлеб бекон двойца вилочка и ножик все нам приятного аппетита дальше отправляемся неделю где-то не стирали вон какая стирка накопилась сейчас быстро вас прачку все дело отдадим посмотрим что по цене 10 по килограммам видите три килограмма плюс три ну короче six six короче или 6 килограмм от бурного шматья до верошек нога обгадил все вещи свидание маленький не знаю какой был вес у нас в прошлый раз но мы тогда стирали на пукете за 150 бат а сейчас она сказала 300 бат будет стирка стоить два раза дороже но на самом деле не не сильно принципиально потому что когда оказывают сервисы поглажки и по разделению билета просто пришел закинул ушел вообще неважно какая цена доехали мы до пляжа буквально там метров 300 парковка здесь вроде как платная 20 бат машина и по 10 бат взрослый человек дети бесплатно место хватит всем спокойнейшее море ой здорово сейчас посмотрим какой здесь пляжик но вот считается одним из лучших для детворы до цвет моря красивый здорово он туда он на косу вообще можно загонять все мы с родиком идем пробовать водицу здесь кстати классно тоже такой вот этот беленький песок красота людей вообще просто минимум вот как все мы любим да ведь как красиво морюшка классно родик д давай купаться так да вон туда слушать и дойти там то вообще потрясающе интересно можно ли сюда доехать на машине клево-клево 1 кубка на острове самуи и того ребятки красота все розик на ножка он бежит мореплаватель маленький класс да класс сто процентов нужно будет обязательно исследовать все пляжи все пляжи самой нужно будет исследовать здесь стать и есть прокат сабордов хочу туда на тот мыс темка нырнул здесь кстати достаточно мелко поскольку уже от берега отошел а мне все по пояс по пояс по пояс жара надо с головой нырнуть вот теперь можно продолжать дальше путь давайте вместе поныряем посмотрим прозрачность море на самуи вообще так то чистая вода но она все равно здесь она не дает такой прострел вдаль нету здесь у этого моря такого эффекта но возможно здесь сейчас получится давайте нырнем тут у нас родик плывет попробуем посмотреть будет ли видно его ныряем ну вот 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 А теперь как ныряет Мироша? Давай! Один, два, три, давай, погнал! Один, два, три, давай, погнал! Один, два, погнал! Как же здесь офигенно, мы бы сюда приехали бы месяца на два, знаете, чисто на зимовку. Вообще Самуи, конечно, выбирают огромное количество семей с детьми. Массаж, кстати, здесь прямо вот на берегу, 300 бат стоит. А здесь, оказывается, посмотрите, как круто! Я еще смотрю на карту и думаю, блин, здесь что, остров что ли? И вот я решил сюда дойти. Это действительно так. Получается, вот перед нами остров, который называется Кофан Яй, наверное. Так, здесь коса, здесь, смотрите, такой заливчик, прикольные виллы. Люди вот тут отдыхают. Вот она, прекрасная коса, которая уходит вот туда, вот на остров, и можно спокойненько перейти, а там какой классный пляж! Вау! Здесь вот риф от волны защищает. Вот, собственно, почему и сюда с детьми классно приезжать. Прикиньте, как круто! И вот она коса. Я вообще обожаю вот эти вот истории такие, как коса, которая куда-то выходит там в море, в океан, потому что смотрится это потрясающе вообще. Вот видите, люди вброд переходят. Сейчас попробуем тоже перейти, попасть на этот остров. То есть прямо сейчас мы окажемся на острове. Единственное, что здесь, вот видите, надо будет переходить вот так вот по камням. Ой, здесь огромное количество рыбы, кораллы, и главное не запнуться, не упасть. Идем вот так вот вброд. Так, главное, аккуратненько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! В кораллах есть огромный минус. Вроде они такие безобидные, но ты на них наступаешь, и просто такая адская боль в ногах. Слушайте, здорово. Смотрите, здесь комплекс вилл. Отдыхают люди, можно на каяке приплыть. Опа! Ну конечно, пойдем посмотрим, как и что здесь устроено. пробираемся, так вот вброд. Классно. Все, мы на острове, и плыть не надо. Просто три шага не дошли. Но здесь уже ничего интересного нету. Вот такое состояние, видимо, когда подъем воды, прилив, то все здесь оказывается в воде. Ну, сюда можно прийти и уединиться, и побыть просто в одного со своей семьей. Прекрасный пляжик, да? Видите, как здорово все это смотрится? Ой, вода прям горячая, слушайте, здесь, нифига себе. Так, ну все, ладно, пойдемте на наш пляж. Мы приехали в комплекс, который называется Ват Плей Лайм. Здесь, на самом деле, действительно прям огромный комплекс различных храмов. Вот если вот так вот кругом смотреть, просто храм на храме. И они, каждые, отличаются друг от друга. Есть храмы, которые на воде стоят, сейчас тоже туда вот сходим. Посмотрите, какая скульптура, это потрясающе. Здесь вот, видимо, можно взять кирпич и за донатик написать, наверное, свое имя. Вот при помощи маркера, вот видите, кирпичи все расписаны. Вот, получается, все храмы с пирсами, ходят пирсы к каждому храму, каждый храм что-то значит. Все стоит на воде здесь, вон плавает много различных селедок. Смотрите, какой сом плывет. Рыба огромная, это получается какая-то речка, говнотечка. Смотрите, да, смотрите. Так интересно, в каждом углу еще стоит своя скульптура. В этом углу зеленая, в этом углу вот такая. Ну а здесь вот такая какая-то слонообразная. Сейчас вот поближе подойду. В автомате можно купить корм для рыбок, стоит 10 бат, берешь ведерко, пересыпаешь. Но нашим детям просто кто-то отдал два ведра корма, и они покормили рыбок. В этот храм можно зайти, но перед этим нужно разуться. Но в обуви конечно нельзя. Пойдем, отойдем. Важный гостинנה Оп Seal 3 5 3 4 4 Пойдем самое важное что нужно здесь запомнить это вот это не корми хлеб хлебом на он многорукий будда когда ты многодетная мама либо многодетный отец вот 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 это олицетворение многодетного родителя вот ты все делаешь а что вот эта какашка что ли в руке красная да ну типа ты до потираешь да прикольно а сейчас мы доехали до большого будда на самуи самое что интересно вот эти вот въездные ворота красивые а потом едешь вдоль моря по такой вот замечательной косе булыжники навалены и вот собственно уже буду но до него уже надо дойти вот так оставляем тачку и погнали есть очень забавные торговые ряды вот продают тайско-вьетнамские шапочки пожалуйста кафе чеки все так аккуратненько красиво стиле сделано максимум дерево так но мы хотим подняться к будде до 18 30 работает этот я вообще чуть смотрел в интернете чуть другую версию то есть здесь вот как-то было огорожено и центр вот этот видите другого цвета он типа предназначен для монахов туристы все ходили прям по центру и видимо может быть поэтому и убрали только цвет остался погладь погладь мирошка уже знает что нужно делать надеюсь здесь открываются какие-то виды надо разуться и подняться девчонками для вторых хотя вот кто-то спокойно идет мирошка красавчик давай давай весь путь прошел самостоятельно умница под вечер уже пришли забирать я прям обожаю эту тему блин все погладили просушили идеальные истории я не знаю вот как тяжело будет после таиланда вообще стирать самостоятельно вот серьезно после таиланда нет понимания как вообще начать стирать самому насколько вот эта удобная штука что у тебя все поглажено ну блин серьезно нет слов это такой комфорт такое удобстве но здесь она дорогая стирка базара нет там 300 бат стоит это грубо говоря там 800 рублей да тут еще грубо говоря но блин а у кого стоит ты не заморачиваться не развешиваешь не гладишь ты даже стирку просто не закидываешь это так удобно на закат приехали в очень атмосферное место здесь всякие такие качельки стоят лодки причалы всякие вот сейчас закат у нас красивый будет да атмосферка у нас не в море конечно на западе самуи красивые закаты прям в море но у нас вот в горы в море Продолжение следует...